ПЕСНЯ 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 Течет по ночи мою воды. Для народа всей земли Всекает свет твоей любви. Своим присутствием открой всю землю. Пусть свет пройдется через людей. Пусть все народы не плодят в долгие. И я спою хвалу тебе. Пусть за тебе поют все мы-все мы. Пусть все народы не плодят в долгие. Пусть все народы не плодят в долгие. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я прочитаю место, записанное в книге пророка Иеремии, это одно из его пророчеств, 31 глава с 31 стиха. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключил с домом Израиля после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу их, и буду им Богом, они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорит, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь. «Потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не восприняну более». Можно занимать места. На страницах Библии мы читаем очень много, очень много содержится пророчеств. Некоторые из них касаются отдельных личностей, некоторые отдельных городов, отдельных колен, отдельных племен. Но также есть и пророчества, которые касаются судьбы всего человечества. Слово, которое мы прочитали, это слово было обращено к Дому Израилю, к избранному народу, к людям, которые находились под законом, под заветом, с Богом, заключенным еще посредством Моисея. Но тем не менее, исполнение этого пророчества, оно затрагивает также и каждого из нас. Он затрагивает не только Дом Израиля, но он затрагивает и всех людей будущего, кто откроет свое сердце. Когда мы рассмотрим на историю этого народа, то можем увидеть, насколько этот народ, он очень часто был неверим Богу, неверим тому завету, который он заключил со своим Богом. В исторических книгах, вплоть от книги Иисуса Навина и Боисфи, мы видим, как они очень часто, был триумф их победы в исполнении закона, но очень часто также они терпели и неудачи. Чтобы понять силу того пророчества, которое сказал пророк Иеремия, я хотел бы немного посмотреть на тот контекст, в который было бы помещено до общества. Служение Иеремии охватывает пять последних десятилетий в истории Иудеи. Он был призван на служение в 627 году до Рождества Христова в дни правления последнего благочестивого царя Иосии. До этого царя 55 лет, можно сказать, просто разрушал это царство Манасия, один из самых неблагочестивых царей. За время его правления народом практически полностью отошел к Богу, он начал поклоняться идолам, богам, людей, тех народностей, которые жили вокруг них. Но правление Иосии, оно было как бы последним таким лучом, лучом, который стремился все-таки ободрить этот народ, поднять народ, вернуть его на правильный путь. И после правления Иосии опять наступает этот мрак, отступничество. И в те темные дни самым сильным, основным пророком, через которого говорил Господь, был пророк Иеремия. Тогда как был второй пророк, Иезекий, который трудился в Бавилоне, Иеремия, он вел духовную войну именно в Иудее. Сколько раз Господь обращался к людям через своих пророков? Сколько раз Он пытался вернуть их к исполнению завета? Сколько раз пытался показать неправильность того пути, на который они свернули? Сколько раз Он подражал их действительно трудные ситуации, чтобы заставить этот народ понять, что они зависят от Бога, что без Бога они не смогут. Были моменты, когда оказалось, что эти люди полностью забыли Бога. Они полностью начали поклоняться и приняли других богов. Ихние города были разрушаемы, они уходили в плен, они полностью испевали эту чашу Божьего долготерпения. Закон, который распространялся на каждого из них, он перестал работать в их жизни. И завет, который они заключили с Богом, он был полностью нарушен. Апостол Павел в послании к евреям, он анализирует также этот текст, записанный еще пророком Иеремией. Это послание к евреям, 8 глава, 7-8 стих. Написано, ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, угоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды, новый завет. То есть он говорит, что была нужда искать что-то новое, что-то совершенное, что-то, что не имеет недостатка. И пророчество, которое мы прочитали, эти слова, они наполняют людей надеждой. Что вот то состояние, в котором находилось то общество, если мы смотрим как бы пророческие в будущее, то состояние всего общества, не только израильского народа, не только иудеи, но и всего мира, это не конец. Это не конец, это не финал этих отношений с Богом. Он говорит, что будет что-то новое. Он говорил о том, что Бог по своей инициативе заключит с человеком новый завет. Он говорил о переломном периоде, о котором было тяжело представить людям того времени. Из поколения в поколение они передавали предания. Они как-то старались исполнять закон. Они приносили жертвоприношения, они выполняли установленные, Моисея, ритуалы, какие-то обряды, очищения. И то, что говорил Еремия, оно было для них, возможно, не до конца понятно. Я думаю, и сам пророк, он не мог до конца увидеть, что это будут за отношения с Богом в новом завете. Чему будет обязывать новый завет? Как это будет работать в отношениях с человеком? С 31 стиха Господь говорит, «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды, новый завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из племени, из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Первый завет, который заключил Бог с человеком, он был нарушен. Мы читаем это на этом пророчестве. И нарушил его не Бог. Бог говорит, что я оставался верным. На тот момент, когда Бог говорил эти слова, Он также говорит, что он остается верным. Он говорит, что если ставик был нарушен, я заключу завет новый. И он говорит, что это будет завет не такой, как был заключен ранее. И слово «не такое» он говорит, что это какое-то иное, это новое, это качественно новое, это какой-то другой уровень, другие принципы взаимоотношения Бога с человеком. Но ни в коем случае этот завет, он не будет противоречить старому завету. Послание к Евреям 8, глава 13, стих. Павел также подводит итог под этими рассуждениями. Он говорит, говоря новый, показал ветхость первого, оветшающая и стареющая, близко к уничтожению. Почему он не такой? Что было нужно изменить в этом ветхом завете, чтобы он работал, чтобы этот завет работал в отношении с Богом, чтобы как-то реабилитировать общество и вытянуть из этой тьмы. Первый элемент, в этом 33 стих, говорит Господь, вложу закон Мой во внутренности их и на сердцах их напишу его. Бог говорит, что новый завет, он не будет записан на каменях скрижали, как это было с ветхим заветом. Он не будет написан на листках, бумаге, на каком-то материале. Но этот закон, этот новый завет, он должен быть запечатлен на человеческом сердце. Это уже не будет чем-то, что измне будет, как-то стараться изменить существо человека, его естество, его натуру, его мысли, желания. Когда закон, когда Божья воля будет помещена в сердце человека, то человек будет меняться изнутри. Давид говорит, больше всего храни его, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. То, чем будет наполняться твое сердце, такое и будет твоя жизнь. Если ты будешь наполнять свое сердце словом Божиим, если ты будешь уделять этому должное внимание в твоих трудовых буднях, в принятии серьезных, важных решений в твоей жизни, твои мысли будут в правильном направлении, твоя жизнь будет меняться, твоя речь будет очищаться, и ты будешь удерживать победу над грехом. А если твое сердце заполнено, возможно, больше социальными сетями, гемитофильмами, мыслями о посвящении себя чему-то земному, если в твоей жизни не будет должного места уделяться Слову Божьему, то будет поражение, будут духовные кризисы, будут вопросы, претензии для Бога. Бог хочет, чтобы Его Слово, оно было не просто записано на странице Библии, и чтобы оно не просто было где-то в приложении в нашем телефоне, но чтобы оно было помещено в глубину твоего и моего сердца. Потому что если оно будет находиться где-то отдельно, где-то на каких-то вот носителях, то оно не будет производить должного изменения в наших сердцах. Это мы видим, смотря на историю этого народа. Бог хочет, чтобы это Слово, оно изменяло нас из глубины нашего сердца. Второе отличие Нового Старого Совета, 33 стих, я читаю дальше, «Я буду им Богом, они будут моим народом». Это вторая черта, которая характеризует также Новый Завет. Этот пункт является не причиной, но следствием выполнения первого пункта. Когда закон Божий находится в нашем сердце, когда Бог царствует, когда Он творит свою волю в наших сердцах и в наших жизнях, то приходит новый качественный уровень отношений человека с Богом. Для того, чтобы называться Его народом, в этом Завете необходимо было принадлежать, кровно принадлежать этому народу. Но в период Нового Завета, для того, чтобы быть Божьим народом, Его детьми, необходимо просто иметь в своем сердце нашего Господа. Необходимо позволить полностью распоряжаться нашей жизнью, нашими мыслями, направлять нашу жизнь. И тогда мы будем становиться частью Его народа. Третий элемент, 34 стих. «Все сами будут знать Меня от малого до большого». Этими словами Еремя открывает еще один пункт Божьего обетования. Новый Завет, это он представлен в совершенно ином качестве. Написано, что каждый от малого до большого будет лично знать Меня. Бог, Он не хочет строить отношения через кого-то. Он не будет больше говорить через Моисея, через Аарона, через Истанавина, через вождей Израиля. Но Бог, Он хочет, чтобы ты имел личные отношения с Ним. Но также эти слова, они подходят к еще одному новшеству Нового Завета. Это присутствие Духа Божьего. Написано, что уже не будет нужды, чтобы учили друг друга. И когда мы читаем Новый Завет, то написано, что это одна из основных функций Духа Святого. Это было что-то... Дух Святой это был, так сказать, редкостью в Ветхом Завете. Он сходил и забирался. Он не был на каждом человеке. Но это обетование, оно говорит, что в период Нового Завета, то, что не было в Ставах Завета, оно является необъявленным элементом Нового Завета. Для того, чтобы иметь личные отношения с Богом, для того, чтобы духовно развиваться, в Тебе должен работать Дух Святой. И язык, 36 глава, 27 стих, говорит, «Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповеди Моих и уставы Моих будете соблюдать и выполнять». И вам говорят, Иоанна 14, 26. «Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». То, чего не было в Ветхом Завете, то, что было редкостью в Ветхом Завете, без этого элемента не могут созидаться отношения в пределах Нового Завета. И четвертый и последний, отличительной чертой Нового от Ветхого Завета, именно в контексте пророчества Иеремии, является отношение в контексте греха. Тричневный стих, «Бог говорит, я прощу беззакония их и грехов их уже не вспоминал более». Важно отметить, что в Ветхом Завете человек за свои грехи должен был приносить в храм на жертву определенных животных, определенных птиц. И это напоминало, что о том, что человек грешный, о том, что Бог, он не согласен с таким действием человека, что он не согласен с его грехом, о том, что это не угодно Богу. И то, что Бог говорит, что простит и не будет вспоминать более, подразумевало то, что придет время и будет принесена эта заместительная жертва. И спустя 600 лет после этого пророчества, 200 и 2000 лет, отсчитывая сегодняшнего дня, как приблизительно, Бог заключил Новый Завет с человека посредством Гулковского креста. Участниками этого Завета является не только Дом Израиля, который сегодня в большинстве отвергает Мессию, но также являемся и мы с вами. Нам не нужно родиться в христианской семье, чтобы принадлежать этому Завету. Нам не нужно принадлежать еврейскому народу, чтобы быть участниками этого Завета. Нам необходимо принять Иисуса Христа как личного Спасителя, и тогда мы становимся Его детьми. Иван говорит от Матфея, 26-го, 26-го стиха. «Когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Тоимите, и одите сие из тела Моё!» И взяв чашу и благодарил, подал им и сказал, «Пейте из нее все! Ибо сие есть кровь Моя Нового Завета за многих прорываемое во оставление грехов». Для того, чтобы скрепить этот Завет Бога с человеком, не приносилась кровь животных, рогатых скотов, но была принесена в жертву кровь человека, кровь, которая имела божественную святость. Участвовав в Вечере Господней, мы сегодня будем проповедовать то, что мы являемся участниками этого Нового Завета, о котором говорил еще пророк Иеремия. Не участниками Верхового, но участниками Нового Завета. За то, что мы верны Богу, мы верны в своих обещаниях, за то, что мы идем за Богом, за то, что мы Ему даем должное место в нашей жизни. Но сегодня у нас еще есть время, когда мы будем молиться, перепроверять свои сердца, свою жизнь, может проанализировать последний месяц, последнюю неделю своей жизни, был ли я верен Богу, какими были мои мысли, какими были мои цели, приоритеты, что я сделал, возможно, неправильно, где я неправильно поступил, где я неправильно обошелся с братом или с сестрой. Верен ли я тем обещаниям, которые я дал Богу, когда я непосредственно с Ним заключил этот завет? Живу ли я в соответствии с волей моего Господа? Да благословит Господь каждого из нас сегодня достойно и с чистым сердцем участвовать, отвечая Господне. Аминь. Будем молиться. Любящий Господь, мы благодарны за Твою любовь, за то, что Ты вошел в нашу жизнь, за то, что Ты преобразил ее, за то, что Ты дал нам новые одежды, одежды святости и праведности, за то, что Ты сегодня даешь посредством своей святой крови силу побеждать грех, силу быть победителями, силу проповедовать Твое имя. Мы благодарны, что сегодня Ты продлеваешь свою милость и премию благоприятное, что сегодня мы также можем собраться за этим столом для участия в Твоей вечере, в исполнении Твоей заповедни. Благослови нас сегодня с чистым и смиренным сердцем приходить к участию в этой заповедни. Помоги всегда помнить, к чему Ты призывал, помнить о надлежащей любви людям, которые нас окружают. Помоги, чтобы наше сердце было чистым и достойным для участия в вечере Господи. Пусть через это пославится Твое святое имя. Аминь. Твое святое имя. Твое святое имя. Твое святое имя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Аминь Аминь Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Аминь Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Славы Бог, Бог за нас. Славы Бог, не поднес Твою прощенную Христа. 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 говорил, и сестра стих тоже читала, и песни, напомнила еще раз старую жизнь, в которой жил, и откуда Бог вообще вытащил или выдернул, спас, и сегодня я находился в Церкви Божьей, и можешь называться Его Детем. На самом деле, это хорошо, когда Бог просветляет нас, как людей, мое сердце, мое мышление, мою жизнь, о том, о чем я думаю, и Слово Божье, да, оно так и написано, да, что Бог просветляет, да, каждого человека. Я не знаю, заметили ли вы, чем ближе ты становишься к Богу, или чем больше ты изучаешь Писание или познаешь Христа, тем больше ты понимаешь, сколько гадостей в тебе еще, да, вот, в жизни, в характере, да, вот, в моем, ну, каждый может сказать за себя. И это хороший процесс, потому что Слово Божье просвещает мое сердце, мою жизнь, и оно показывает, на чем мне еще нужно бороться, что мне еще нужно оставлять, куда мне нужно идти, или к чему мне нужно стремиться. Хороший вопрос сегодня для нас, хороший очень вопрос, ну, что же делать, вот, я уверен, Бог меня спас, да, вот, я сегодня нахожусь в Церкви Божьей, что мне дальше делать? Как мне бороться с собой, как мне бороться, может быть, я не знаю, там, с характером своим, со своими желаниями, с действиями, может быть, мотивами своими. Еще раз повторюсь, когда мы ближе становимся к Богу, мы понимаем, да, насколько вот этого еще плохого у нас внутри нас, да, в нашем сердце, в мышлении, в разуме. И однажды, читая Писание, да, вот, я хотел бы сегодня из первого ведра поразмышлять о том, что дети Божьи тоже когда-то столкнулись с этой проблемой, да, вот, что же делать? Мы уверовали. В жизни начались гнения, преследования, в жизни начались преследования за Слово Божье. И знаете, что в нашей жизни это сегодня можно просто привести такую параллель, мы, может, где-то сегодня можем бояться говорить Слово, да, может, мы сегодня можем бояться, когда мы можем засвидетельствовать о Христе, а кто-то, может быть, у виска покрутит палец, да, и скажет, что, ну, как бы, я не от мира сегодня, что со мной происходит. Поэтому всегда в Слове есть ободрение для нас, для детей Божьей, для Церкви Божьей. Я хотел бы сегодня вот связать, да, такую тему с сегодняшними событиями, с праздником, да, сегодня в Церкви праздник. Это мы вспоминаем смерть и страдания Иисуса Христа. Мы вспоминаем, и, может быть, каждый сегодня может вернуться назад, вспомнить ту жизнь, которую мы каждый жили до Христа. И когда Христос нас привел в Церковь, когда Христос сказал, что ты мое дитё, каждый прошел свой жизненный путь, у разного, да, свои пути были в жизни. У кого-то, может быть, они немножко меньше, у кого-то немножко больше, но всё равно они одинаковые. Это проблема, да, от которой нам нужно убежать и прибежать к чему-то, где нас что-то это спасёт. Поэтому Христос в своём Слове, Он много даёт нам ободрения, очень много. И хотел бы я сегодня вместе с вами посмотреть на все эти ободрения, да, может быть, их там будет два-три ободрения, но они связаны со смертью Иисуса Христа. Они связаны с тем событием, да, которое мы сегодня будем вспоминать вместе с вами с Церковью Божьей. Поэтому хотелось бы, чтобы мы ещё раз просто вспомнили, откуда Бог нас вытащил, сколько Бог нам простили, сколько Бог, да, вот прощает по сегодняшний день. Потому что у нас, да, у нас, как у людей, плоть, да, плоть, которая воюет с Духом. И вопрос, да, вот, что больше сегодня побеждает? Плоть, да, и Дух. Кого больше я сегодня кормлю? Плоть или Дух. Поэтому давайте вместе с вами откроем 1 Петра, 1 глава, с 1 стиха, я прочитаю. Пётр, апостол Иисуса Христа, пришельцам рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифании, избранным по предвению Бога Отца, при освящении от Духа, послушанию и окраблению кровью Иисуса Христа. Благодать моему миру да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа, измертвым, купованию живого, к наследству некленному, чистому, неувядаемому, хранящему на небесах для вас, силой Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбев, теперь немного. То есть мы видим, да, какая-то скорбь в жизни людей настала. Если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнём испытываемого золото, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видел любите и которого доселе не видят, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизлеченной и преславной, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследовая, на которое и на какое время указывал в случае в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за Ним славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Поэтому, возлюбленные, припаясь в чесло ума вашего, бодрствую, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь прежними похотями, бывшими в неведении ваших, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех послухах. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого акца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас. Тут мы остановимся. Поэтому мы видим, что апостол Петр, когда он знал, что у верующих была какая-то проблема, была скорбь, было гонение. Я думаю, что сегодня, каждый день, живя в жизни, просыпаясь, у нас может быть в жизни наступать какая-то скорбь. Кто какой-то проходит скорбь в жизни? Есть у вас скорби в жизни? Или все нормально у всех? Без скорбей? Есть, да? Есть. Есть, но слабо, да? Да, на самом деле, знаете, друзья, на самом деле мы, как люди, встречаемся с реальностью. Само слово «перевод скорбь», да, это может быть, говорится как о давлении, да, чего-либо на жизнь. Это в разных сферах сегодня может проявляться, и в разных сферах сегодня может быть эта скорбь. Но мы с этим встречаемся, мы это проходим. И однажды когда-то эти люди, за которых мы только что читали, они встретились со скорбью. Написано, что поскорбев немного. Они столкнулись, они узнали или увидели, что на самом деле такое скорбь. И тут апостол Петр, он дает хорошее ободрение. Хорошее ободрение, чтобы мы смотрели на эти скорби и проходили их как-то. Поэтому каждый сегодня знает, как он сегодня проходит скорби в жизни. Лично на своем опыте. Апостол Петр хочет показать нам немножко с другой стороны. Что первое нужно предпринимать, когда в моей жизни происходит давление какое-то, что-то давит на меня, некомфортно. Или может быть я выбираю какую-то другую сторону. Поэтому первое, первое то, о чем хотелось бы, чтобы мы запомнили. О том, что первый и второй стихи говорит, что мы избрали. О том, что Бог избрал нас и назвал своими детьми. Это первый плюс, это первый приоритет в моей жизни, когда я встречаюсь с какими-то проблемами. Мы по-разному сегодня можем проходить эти проблемы. Но апостол Петр, он сегодня, или на то время, он хотел показать детям Божьим, которые были в гнете, которые были в скорби. Он хотел им показать на то, что вы избранные Богом. Вы не такие, как остальные люди. Вы не так думаете. У вас не такое мышление. У вас не такие в жизни приоритеты. Господь вам дал гораздо больше. Поэтому первое то, что хотелось бы, чтобы мы сегодня вспомнили, или может быть, когда в жизни придут какие-то проблемы. Первое, на что нужно уповать, это на то, что Бог избрал меня. Если я являюсь сегодня Его детем, то нет большой трудности сегодня пройти эти скорби. Давайте вспомним послание Иакова. Там очень много тоже говорится о том, что дети Божьи тоже были в скорбях. Дети Божьи тоже вопили, словами даже написано, вопияли до Бога. Потому что какие-то люди, которые нанимали их на работы, они удерживали зарплаты. Поэтому первое, помните, что я дитя Божьего. Если я являюсь дитя Божьего, Бог в своем слове дал обитование. Какое? Я никогда не оставлю вас. Я никогда не покину вас. Поэтому хорошее сегодня ободрение лично для меня. Послушай, если сегодня есть в жизни трудности, тебе нужно знать, что Бог на твоей стороне. Тебе нужно знать о том, что сам Бог, Он берет тебя за руку и выводит из этих трудностей. Поэтому сегодня здесь, в Варшаве, да, кто переехал, с какого города, с какой страны, есть всякие трудности. И мы с ними встречаемся. Весь вопрос сегодня, как мы их проходим. Апостол Павел, мне очень нравится этот стих, в дате он говорит о том, что мы все, как, да, вот, спортсмены, встали на это ресталище. Я, ну, этот стих всегда в моей памяти. Почему? Потому что христианство где-то, оно как бы, ну, мы все на этом ресталище, мы все на этом заберем. Но вопрос, кто как-то бежит сегодня. Кто на полпути, кто остановится, а кто дойдет до конца. Поэтому первое, всегда помните, в скорбях, в трудностях, в каких-то переживаниях, когда, как для меня, для человека, кажется, это невозможно, я не могу это преодолеть. Бог может все. Помните, что Бог избрал вас. Я не хочу сейчас копаться в теме, там, избрания, да, там, богословские термины, как это избрание. Просто хотелось бы посмотреть о том, что возможно пройти эти трудности, если я являюсь его детем. И знаете, когда я пришел до Христа, то много в жизни было трудностей, которые без Христа и без самого Бога невозможно было этого преодолеть. невозможно было пройти какие-то трудности. Почему? Потому что ты живешь плотской жизнью. Потому что плоть, она желает всего того, что, или не желает того, что желает Дух Божий. Поэтому сегодня, кого мы больше сегодня кормим? Плоть или Дух? Если я сегодня Дитя Божье, если я сегодня смело могу сказать, что Бог живет во мне, Бог за меня, то все вот эти скорби, все эти трудности, они проходили. Они очень легкие. Поэтому, первое, хотелось бы, чтобы мы связали это сегодня вот с праздником нашим, да, воспоминанием о смерти Иисуса Христа, о том, что я являюсь его детем. О том, что Господь, да, пролил свою кровь. Ради чего? Ради того, чтобы забрать стадо и дать тебе что-то новое. Поэтому есть трудности в жизни. Господь всегда с нами. Господь всегда рядом. Второе, второе, то, на что хотелось бы обратить внимание, тоже немаловажно. В том, когда я понимаю, я сознаю, что я являюсь его детем, что Господь меня спас. Я верю в то, что все трудности, которые есть в жизни, Господь поможет мне преодолеть. Есть вторая вещь, которую апостол Петр хочет показать, да, вот этим людям, которые находятся в проблеме. Пятнадцатый стих. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех пастухах. То есть, мы видим, что Бог хочет нас к чему-то призвать. И это очень важно, вам важно. Это призвание. Невозможно сегодня быть просто спасенным, называться его детем и не иметь какого-то призвания. Поймите, Господь нас взял, да, со старой жизни и направил к чему-то, к святности, к призванию. Сегодня каждый, каждый дитя Божье имеет дарование, имеет призвание. И вопрос сегодня, какое имею я сегодня призвание? к чему Господь меня призвал? Где Господь хочет видеть меня, чтобы я приносил какую-то пользу для Него, для Церкви и для людей? Поэтому, если есть скорбь в жизни, есть призвание, которое тоже поможет преодолевать эти скорби. У меня призвание, это, ну, разное сегодня может быть, стулочки расставлять, убирать, там, я не знаю, там, кушать готовить, служить каким-то образом, поэтому Господь хочет показать нам, чтобы мы не концентрировались, ничего, на скорбях, на проблемах, но чтобы наш акцент, Он был на призвании. Подумайте, какое сегодня лично мое призвание? Куда Бог меня сегодня призвал? Где Он хочет сегодня меня винить? Когда я делаю дело Божье, призвание, поверьте, все вот эти трудности, все эти проблемы, они будут проходиться с легкостью, потому что я делаю дело Божье, потому что Господь меня туда призвал. как-то один человек сказал, что тебе нужно заболеть этим делом. Вот знаете, как есть вот, люди вот, да, вот работают, они любят эту работу, и они болеют ей. Вот призвание, вот есть какое-то дело Божье, тебе нужно за это переживать, тебе нужно об этом думать, тебе нужно об этом сконцентрироваться и делать все возможное, чтобы это призвание оно развивалось. Поэтому второе, подумайте о своем призвании, это очень важно. Невозможно сегодня просто уверовать и быть просто вот называться Детем Божьим. Бог призывает нас от чего-то к чему-то. А вопрос за вами, к чему Господь призвал меня. Поэтому хорошие сегодня вот эти ободрения для нас. Когда в жизни есть трудности, когда в жизни есть проблемы, когда в жизни есть какие-то переживания. И для меня, как для человека, казалось бы, это невозможно пройти или преодолеть. Все это возможно. Мы видим то время были гонения. Были гонения за Слово Божие. Просто о том, что они говорили о Христе. Апостол Петр их наставлял. Поэтому наше дело сегодня, да, вот как детей Божьих, Церковь Божья наставлять друг друга. А подряд друг друга. Потому что каждый сегодня приходит со своими проблемами. Каждый приходит сегодня со своими нуждами. И кто-то, может быть, не знает самый подход или выход из этих проблем. Поэтому две такие вещи. Помните о том, что я являюсь его детем. Написано в 18 стих, «Знаем, что не твердым серебром или золотом искупленным вы от судьбной жизни, преданной вам от отцов». Знайте, что не просто так вы искуплены. Знайте о том, что Господь самое драгоценное проверил. Отдал самое драгоценное то, что у него было. Ради чего? Ради меня. Ради того, когда я ближе становлюсь к Богу, когда я больше познаю Христа, тем больше я понимаю, что у меня еще больше и больше проблем, от которых не нужно избавляться, искореняться. Знайте, что не твердым золотом или серебром. Это не было выкуп, да, за какие-то там серебро или золото. Это добровольная жаль. Ради меня. 19 стихи говорит, «Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого анца». Поэтому хотелось бы, чтобы мы сегодня подумали, о том, к чему сегодня я призвал. Где мое призвание? Где я могу быть полезным сегодня? Что я могу сегодня делать? Понимаю ли я сегодня, что я являюсь его дитем? То, что Господь меня избрал. Господь дал меня белые одежды. Бог сегодня смотрит на меня не так, как на тех людей, которые не приняли Христа. он сегодня смотрит на меня по-особенному это описание говорит. Больше он говорит, что я являюсь Иваном Елеопианом ваш другом. Поэтому с другом нашим, который вот сегодня, да, вот сейчас тут все есть, мы видим это, возможно преодолевать трудности, скорби и проблем. Вызнавать эти две вещи о том, что я являюсь его дитем и второе это мое призвание, моя концентрация на дело, которое Господь поручил сегодня для меня. Поэтому пусть Господь сегодня благословит каждого из нас, чтобы мы помнили эти две вещи и пусть они будут в помощь нам, Церкви Божьей, детям Божьим, когда в жизни есть какие-то скорби и трудности, чтобы мы это помнили и могли смело преодолевать. Поэтому пусть Господь благословит. Давайте помолимся. У кого есть желание, может быть, кто-то сегодня первый раз пришел в Церковь, услышал Слово Божье, может быть, кого-то сегодня сердце коснулось, можно сегодня обратиться к Богу, можно сегодня изменить свою жизнь, можно сегодня изменить жизнь, может быть, моей семьи, своей семьи, жизнь близких, окружающих, соседей, друзей, смотря на мой пример, они могут изменить мою жизнь. Поэтому молитесь, я закончу. Субтитры Субтитры Без величия, вся земля пойдет, как с ним пойдет. Субтитры создавал DimaTorzok Без величия, вся земля пойдет, как с ним пойдет. Субтитры создавал DimaTorzok Без величия, вся земля пойдет. Субтитры создавал DimaTorzok Без величия, вся земля пойдет. 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 Это Салон, 15-й, 6-й стих. Давид говорит, когда он оглядывается на период, который он прожил, определенный период своей жизни, он говорит, «Межи мои прошли по прекрасным местам». Ну, Давид, за что ты благодаришь, да? С одной стороны, тебя гонит Саул, с другой стороны, много неотвеченных вопросов. Ты должен быть царем, еще никто сразу не допускает. Очень много у него в жизни было проблем, каких-то неприятностей. Но он говорит, что мои межи прошли по прекрасным местам. И дальше он говорит, почему так. Он говорит, что всегда видел я пред собою Господа. Я первый раз это место прочитал в современном переводе. Очень мне понравилось. Я думаю, брат Миша поймет, так же и царя Давида. «Прекрасная доля, выпавшая мне, и восхитительно мое наследство. Спасибо Богу, что ведет по жизни. Его советы даже ночью нахожу в бессонном сердце. Я Господа при Собой храню всегда, и Его десницы я не отойду». И такой совет, я думаю, вы за свою практику служителя многие, уже много, может, его слышали, когда народ проходит из пустыни, входит в обетованную землю. Он говорит, помни весь путь, которым вел тебя Господь. Помни весь путь. Оглядываясь назад, когда ты понимаешь, что мой жребий в руках у Бога, как говорит Давид, то тогда все обстоятельства в жизни, они по-другому видятся, с другой перспективой. Когда моя судьба в руках у Господа, эта жизнь, она остается поярче, оптимистичнее, пола надежды, опывания на Него. Я хотел бы поздравить также и от лица церкви. У нас есть от лица церкви букет, который вот... А также и молодежь, лидерская команда также хотела бы вот... Мы как церковь помолимся. Любящий Господь, я благодарен за то, что Ты наполняешь нашу жизнь смыслом, за то, что Ты даешь цели, Ты указываешь путь, по которому мы должны идти. Мы благодарны за то, что Ты до этого места, до сегодняшнего дня принял брата Мишу, за то, что Ты всегда был с ним, с его семьей. Помоги видеть Тебя перед Собою, его семье. Благослови материально, благослови духовно. Благослови, чтобы всегда все свое упование возлагать на Тебя. Все ситуации, которые в жизни происходят, проходить и выходить победителями. Ты будь в их семье, ты будь в их отношениях. Ты будь в служении брата Миши. Помоги развиваться. Благослови также и Церковь каждого из нас, чтобы мы были внимательны к нуждам этой семьи. Благослови, чтобы Церковь росла, создаясь их трудом. И пусть твое имя будет через это прославлено. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok